Людей, живущих в сельской местности и имеющих подсобное хозяйство, фермеров, участников садоводческих и дачных сообществ, а также трудящихся в аграрном секторе, в этом году объединила Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она прошла с 1 июля по 15 августа. Полевой этап масштабного мероприятия уже завершен. Сейчас идет большая работа по обработке данных. Здравствуйте! Сельхозперепись! Урожай-то хороший? Хороший! Заходите! Как узнать ресурс аграрной госпрограммы, рассчитать? Все хозяйство в государстве нужно нам переписать. Уже переписали. В этом году к сбору сведений было привлечено более 40 тысяч переписчиков. Из них 15 человек работали в Ненецком округе. Их работа уже завершена. Эстафету приняли сотрудники Росстата. Уполномоченный по вопросам сельскохозяйственной переписи в Ненецком округе Надежда Чупрова говорит, что сейчас у них работы как сезон урожая. Перепись с 1 по 15 августа закончилась только для переписчиков. Сейчас мы приступили к основной работе. Это подсчету всех данных, которые поступили к нам в территориальный орган. Хочу подчеркнуть, что многие звонят и спрашивают, ну как результат переписи, что там, какие итоги. Итоги пока еще не подводятся. Вот эти вот переписные листы поступают к нам в Ненецкий стад и мы их упаковываем вот в такие пачки. Такие плотные пачки нужны для защиты переписного листа от повреждений. Потому что переписной лист это машинно читаемый документ. Его будет читать машина и поэтому повреждения нельзя, чтобы он повреждался. После того, как сформируются пачки, их упакуют в лотки и отправят в Архангельск. И там уже будут эти листы считать машина. И только потом, когда это все поступит в Москву, будут известны результаты сельскохозяйственной переписи. Первые предварительные итоги масштабной переписи будут известны в конце 2017 года, окончательные в четвертом квартале 2018. Результаты сельскохозяйственной переписи будут иметь важное значение для разработки эффективной агропромышленной политики, позволят составить максимально верный прогноз развития данной отрасли и скорректировать программы финансовой помощи производителям.